приветствую всех и сегодня у нас будет три ролика показано сегодня мы с вами будем рассматривать три ролика так что возможно видео будет достаточно длинным пока еще не знаю вот валентина русская спросила когда же в конце концов будет видео о рекламе тв рекламе номер 3 валентина мы сегодня это рассмотрим то что обещал я соответственно это уже давно давным-давно рассмотреть этот ролик и все никак как говорится у нас не получается также у нас будет седьмой ролик tv-spot 7 вот и сегодня роман антоненко до роман антоненко прислал первое что он прислал вот я вижу два саундтрека я не знаю насколько это 2 возможно это один вот и также роман написал давайте пройдемся по классике и рассмотрим 7 7 тв рекламу то есть у нас уже тв реклама фильма она стала классикой вот что очень хорошо вот так что будем смотреть сегодня этот ролик и также посмотрим мы с вами а также алексей чистяков прислал сегодня новый постер и еще два постера найдено то есть ребята уже конкретно ищу ищу спасибо алексей также жене сок прислал очень симпатичный рисунок а вот предлагаю посмотреть вот такой вот рисунок очень симпатичный очень оригинальное дело в том что клоуна пеннивайза я ни разу не видела ни в интернете не в твиттере не в инстаграме чтобы кто-то рисовал пеннивайза в образе такого маленького красивого симпатичного малыша вот также же не спасибо большое очень красивый очень оригинально вот также валентин константинов новый постер выслал спасибо валентин фильма она вот в ваня чапурин поделился записями из фильма джипер скрипперс ваня спасибо большое мурат алхоматов также прислал новые фотографии очень интересные вот четыре фотографии и и также еще один постер из фильма джипер скрипперс данияра аренбай тоже очень активный и александр подсолнух высылал четыре кадра свеженькие он пишет вот свеженькая из фильма джипер скрипперс и еще один одну фотографию из фильма она вот вот такие сегодня как бы ваше сообщение может быть я кого-то ну по-моему я всех охватила мне так кажется так и валентина русская также написала что разве беверли подвергалась в детстве сексуальному насилию да она подвергалась сексуальному насилию со стороны своего отца фильме она 1990 года эта тема была немножко сглажена не раскрыта но режиссер энди мускитти режиссер фильма но 2017 года который сейчас выйдет он как раз в недавнем интервью рассказывал что именно в своем фильме он постарался раскрыть эту тему более подробно и это касается не только беверли это касается каждого ребенка так как у каждого подростка из клуба неудачников есть какая-то проблема какой-то комплекс как какая-то у каждого есть какая-то вещь с помощью которой с клоун пеннивайз то есть она подбирается каждому из этих детей вот ну давайте смотреть тогда первый третий спут поехали и и а Вот такой третий ролик Мы его посмотрели Что нового мы увидели В принципе ролик Назывался You Will Float Too Ты тоже будешь летать Ролик полностью посвящен Джорджи Младшему брату Билла В нем мы видим Как Билл видит Маленького своего брата Джорджи Пробегающего где-то там на кухне В желтом плаще Ну и конечно мы видим Самый страшный кадр Мне кажется на сегодняшний момент Из тех что мы видели Это когда Клоун Пеннивай Сано Выбегает из воды Жуткий имидж Абсолютно Мне кажется это самый страшный кадр Который был представлен Вот Ну давайте тогда посмотрим Седьмую рекламу сейчас Для того чтобы уже Как говорится Полностью быть в курсе Сегодняшних новостей По поводу фильма Оно Осталось совсем еще немного Осталось у нас Там даже Меньше двух недель До премьеры И соответственно Все уже конечно ждут И кстати не так давно Появились уже в продаже Кстати заранее Можно купить билеты Но это только По Соединенным Штатам Я не в курсе По поводу России Но в Соединенных Штатах Уже заранее Можно приобрести билеты Так Ну поехали тогда Седьмой спут Седьмая ТВ реклама Называется он Strangers Чужаки Ну давайте его смотреть Ну вот такой вот ролик Седьмой Опять же посвящен Джорджи Встрече Пеннивайза и Джорджи Но дело в том Что мы смотрели уже Эти кадры Если вы помните У нас было Одно видео Как раз Снятое Скрытой камерой Непонятно откуда Которое нам тоже Выслал один из Наших подписчиков И многие кадры Встречи Пеннивайза и Джорджи Мы уже видели Вот Но есть также Новый кадр И мы его увидим Когда Беверли Лежит в ванной И она поворачивает голову И она видит Каплю крови Вот это был Новый кадр Вот Но если мы соберем Воедино все эти видео Которые мы видели У нас уже складывается Конкретно Жуткая картина Жуткий абсолютно Сюжет И страшный Который мы увидим В фильме Оно Но я напомню Также что у фильма Оно будет продолжение Фильм уже по моему Даже снимается Приступили к съемкам Фильма У фильма Оно будет Выпущена вторая часть И она уже будет Рассказывать Непосредственно О клубе неудачников Но когда они уже Выросли То есть по моему Через 30 лет Когда все подростки Выросли Уже у всех Своя как говорится Взрослая жизнь Им всем предстоит Опять соединиться Встретиться Вернуться в городок Дыри Для того Чтобы опять же Сразиться С этим же самым Оно Который предстает Перед ними В образе Клоуна Пеннивайза Вот Ну давайте Тогда сейчас Посмотрим Посмотрим Третий Третий Последний ролик Который я обещала Спасибо Также Алексей Чистяков Вот подарок Мне прислал В виде русского Российского флага Спасибо огромное Так Вот И я хотела Показать Видео Кирилла Маклакова Из фильма Оно И это Документальные Кадры Смотрим Кириллы Вот такое вот видео снято. Это было либо снято со съемочной площадки, либо это было снято на каком-то премьерном показе. Вот, возможно, это был один из закрытых премьерных показов, что я, как говорится, не исключаю. Насколько мы видим, там есть два экрана. На первом экране показывается то, что было на проекторе, вот эти меняющиеся слайды, а второй экран – это уже клоун Pennywise спрашивает, хочешь ли ты шарик. Для меня это загадка. Если у вас есть какие-то мысли по поводу этого ролика, оставляйте в комментарии. Также, соответственно, все вот эти ролики, которые вы посмотрели, третью рекламу и седьмую рекламу сможете посмотреть в полный экран после видео сейчас. Единственное, вот этот третий ролик, я вам его не покажу, потому что я даже загружать его на канал не буду, потому что мне кажется, что YouTube расценит это как нарушение авторских прав. Так что смотрите сейчас вот эти два ролика, третью рекламу и седьмую рекламу. Если у вас будут какие-то мысли, обязательно оставляйтесь, делите в комментариях. Ну, на сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok